В настоящее время в инфекционной больнице находятся на обследовании и лечении 17 пациентов, которые прибыли из различных стран, в которых регистрируются случаи коронавирусной инфекции. Пациенты, у которых были проявления респираторной инфекции в разных сочетаниях, повышение температуры, кашель, насморк, то есть респираторные симптомы. И пациенты прибыли в течение последних двух недель из неблагополучных, скажем так, стран. Пациенты поступали в инфекционную больницу различными путями, некоторых привезла скорая помощь, некоторые пациенты обратились самостоятельно. В соответствии с протоколами и стандартами обследования и лечения пациентов, подозрительных на коронавирусную инфекцию, маршрут пациента таков. Если пациент прибыл из неблагополучной страны, он обращается к семейному, он здоров, он находится на самоизоляции в течение 14 дней. Если у него появляются респираторные симптомы, о которых я говорила выше, температура, различная температура, может быть, субфибрильная, может быть, высокая, кашель, насморк, значит, пациент обращается к своему семейному доктору, семейный доктор назначает в случае необходимости обследование, и пациент находится дома на самоизоляции. Если пациент чувствует себя плохо, у него высокая температура, есть одышка, либо другие какие-то симптомы, которые заставляют пациента вызвать скорую помощь и обратиться в инфекционную больницу. В случае поступления в инфекционную больницу, пациент, который поступает в инфекционную больницу, у него выясняется эпидонамность, выясняется, откуда он приехал, когда все это было, соответствует ли это инкубационному периоду данного заболевания. Пациенту берется смыв из носоглотки и ставится быстрый тест на грипп. Смывы на носоглотку мы отправляем утром в вирусологическую лабораторию областного лабораторного центра для проведения ПЦР-диагностики респираторных заболеваний. Они проводят диагностику, исключая грипп и другие респираторные инфекции. В случае, если это исследование отрицательно, вирус гриппа или других респираторных не обнаружен, материал отправляется в Киев на ПЦР-исследование на коронавирус. Через несколько дней, как положено по протоколу, мы получаем ответ. Положительных ответов пока у нас не было. Ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции на сегодняшний день нет. Состояние пациентов, которые находятся у нас сейчас на обследовании и лечении, удовлетворительной и средней тяжести. 17 человек у нас находятся в настоящий момент. Вот я ехала на работу. 17 человек находятся на обследовании. За вчерашние сутки обратилась к нам, и мы госпитализировали 10 человек, 10 пациентов с симптомами респираторной инфекции, и прибывшие из стран, где регистрируется коронавирусная инфекция. У нас был один ребенок, который прибыл из Египта, по-моему, если память не изменяет, но у него грипп А подтвердился, он не относится к этой группе. Да, у нас молодые люди, в основном молодые люди. Пока пожилых людей у нас не было. Молодые люди, которые находятся в общем хорошем состоянии, обследуются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова